Южнокорейские СМИ сообщили о маневрах американской авиации над корейским полуостровом. Пара стратегических бомбардировщиков в сопровождении четверкой истребителей «Стелс» совместно с южнокорейскими ВВС отработали бомбовый удар по условному противнику. Учения стали ответом на запуск северокорейской баллистической ракеты 15 сентября. Таким образом, Кинян демонстративно проигнорировала резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции против КНДР из-за шестого ядерного испытания 3 сентября. В воскресенье президенты США и Республики Кореи обсудили сложившуюся ситуацию по телефону. Политики договорились усилить односторонние санкции против Пхенена. Два лидера согласились на применение более практических санкций в отношении к НДР, чтобы северокорейский режим осознал, сильнейшие провокационные действия приведут к большей дипломатической изоляции и усилению экономического давления. В понедельник президент Республики отправился в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН. Это его второй визит в США с момента вступления в должность. Мунжиин встретится с генсекретарем ООН Антонио Гутайрышем, чтобы обменяться мнениями относительно разрешения кризиса на корейском полуострове. Эту же тему он обсудит с американским и японским коллегами. В Сеуле тем временем продолжается 10-я международная конференция военных руководителей Тихоокеанских стран. В центре внимания представители Министерства обороны 29 государств региона, также военно-политическая обстановка на корейском полуострове.